День семьи, любви и верности Увидеть родных спустя многие недели О чем говорили бойцы СВО по видеосвязи с родными из Татарстана, услышал Рамиль Галиулин Татарские национальные песни, старинные обряды и борьба на лошадях Аударыш Мы стараемся сохранить обычаи и традиции татарского народа, конечно же, показывая вот такие обряды Чем удивляли гостей федерального Сабантуя из республики Мариел Розачарипов До полутора миллионов рублей единовременно получат желающие заключить контракт в Татарстане до 31 июля Решение увеличить выплату озвучил Рустам Миниханов на совещании в Доме правительства Это беспрецедентная мера поддержки военнослужащих и их семей в нашем регионе И одна из самых больших выплат в России Кто может рассчитывать на выплату, где можно подписать контракт и куда обращаться, если возникли вопросы в нашем репортаже В Казани на боевое слаживание в военной части России отправились 100 контрактников Это самая большая группа бойцов за последние дни Многие из них в дальнейшем будут служить на передовой СВО в составе именного батальона Батыр Нести службу здесь будут не только татарстанцы, но и жители других регионов Здесь все быстро и проще, оформляется За один день буквально все оформили, комиссию прошел в этот же день То есть в 9 утра открылся этот Батыр в центр И уже в 12, в пол первом я уже был свободен Потом только ждал решения и все Каждому, кто подпишет контракт в Татарстане до 31 июля Единовременно выплатят до полутора миллионов рублей Решение об увеличении выплаты принял Рустам Миниханов Это одна из самых больших денежных мер поддержки во всей стране В целях дополнительной мотивации по контрактам Приняли решение Со следующей недели Увеличиваем республиканские выплаты еще на 500 тысяч рублей Это огромные траты, но мы не можем не решить эту задачу Соответственно, в Татарстане граждане при заключении контракта О прохождении службы в вооруженных силах Гарантированно будут получать 1 миллион 200 Миллион наш, миллион 5 тысяч наш И 195 тысяч это Министерство обороны Есть еще ряд районов и городов, которые имеют дополнительные выплаты Это будет все вместе С учетом муниципальных выплат Она может дойти до полтора миллиона в порядке территории Рассчитывать на единовременную выплату до полутора миллионов рублей Могут не только татарстанцы, но и жители других регионов Подписавшие контракт в нашей республике А также иностранные граждане Подписать контракт можно в любом городе или районе республики Для этого необходимо оставить заявку по телефону 8 800 222 59 00 для жителей Татарстана и других регионов А также 117 для татарстанцев После этого прийти в военкомат или пункт отбора На СВО нужны медработники, операторы беспилотников, водители, артиллеристы В пунктах отбора на контрактную службу помогут выбрать специальность и часть В аптеку ходят обезболивающие, стерильные бинты, обработка для раны Все самое необходимое для оказания первой медицинской помощи Это лишь малая часть того, что дополнительно получают перед отправкой в Татарстане любой контрактник Здесь выдадут все, что пригодится вдали от дома Одежда, спальный мешок, провиант, лекарства Я понял одну простую вещь, что если мы их там сегодня не остановим, завтра они придут в наш дом И это однозначно, они не остановятся, это по-любому Все нормально, устроением ухожу и желаю всем вернуться живыми, здоровыми Что вы все вернулись, здоровые, живые, победа, победа за нами За плечами большинства контрактников только срочная служба Чтобы вспомнить навыки владения оружием и оказание первой медпомощи Их отправят в части, где каждый пройдет подготовку Там же пройдет распределение Решение об увеличении выплаты до полутора миллионов рублей начнет действовать со следующей недели Алия Харудинова, Марат Хусаинов, ТНВ, Казань Целемост между бойцами СВО и их близкими сегодня прошел в общественной палате республики На связь со своими защитниками вышли 9 семей В преддверии дня семьи, любви и верности возможность пообщаться с родными Стало бесценным подарком для каждого военнослужащего Разговаривали обо всем, что нового, как сын или дочка На какие оценки закончили школу Сдержать эмоции было сложно Репортаж Рамиля Галиулина Привет, родные мои Веб-камера и общение по закрытому каналу связи На экране самые близкие Родители, жены и дети, которые находятся за тысячу километров Многие не могут сдержать эмоций Привет, жена, привет, дети Я вас тоже люблю Вглядываясь в небольшой экран, военные с волнением ищут родные лица Привет, жена Привет Аглайка, привет Аглайка? Парк по машиночке Зубки растут? Да, позавчера первый зубик начал у нас Опа, поздравляю Позвонить получается редко Связь, как правило, только военная Поэтому и поздравления родных со всеми праздниками Самое главное забыл Поздравить младшего сына с наступающим днем рождения Равняйтесь на отца Давайте, чтобы больше не плакали, а то меня в отпуск не отпустят Все в порядке, здоров, настроение отличное Здесь привыкли разговаривать коротко, по-военному Впрочем, лучше любых слов скажут глаза любимых Как у тебя дочь? Хорошо В школе как? Закончила? Ну, нормально, без троек Молодец В велосипеде научилась кататься, наконец-то Давно пора было Телемост организовали в преддверии Дня семьи, любви и верности А лучше подарка, чем общение с родными для бойца Трудно представить Здравствуйте, мои родные, мама и папа Я вас очень сильно люблю и хотел поздравить с праздником Днем семьи, любви и верности Вы у меня самые дорогие, я вас очень сильно люблю Мы гордимся с тобой Спасибо, сынок Победа будет за нами Вас был дурал Увидеть своих родных, пусть и через экран Смогли ребята из мотострелкового полка Пообщаться с теми, кто остался дома Такую возможность дал комитет семей воинов Отечества И общественная палата республики День семьи, любви и верности Состоялась и не только для них А через них вот Для очень многих людей тоже Вообще, что же это такое По-настоящему семья По-настоящему любовь По-настоящему верность Вот, когда твои дети Когда твоя жена Несмотря на дальние расстояния Все-таки сердечно Слезами на глазах Признаются в любви Мы с ними взаимодействовали Поддерживали общение Все это время А где-то и гуманитарную помощь им привозили Медицинскую помощь Вот, что они какие-то заявки нам присылают иногда И мы здесь стараемся Республика очень помогает Как отметили, такие телемосты станут регулярными Ведь для каждого бойца важно знать Что дома любят и ждут И сегодня, конечно, главное пожелание Чтобы все поскорее вернулись Мы тебя очень любим Очень ждем Береги себя И поскорее возвращайся домой Спасибо большое Рамиль Галиуллин, Рамзель Гарипов ТНВ, Казань Не стало советского ученого Ильдуса Мастюкова Ему было 96 лет Долгие годы жизнь героя была скрыта Под грифом секретности Из-за его разработок Ильдус Шехулисламович стал одним из создателей Системы радиолокационного опознавания Свой-чужой За это он был отмечен званием Героя социалистического труда Разработка, над которой трудился ученый Была удостоена ленинской и государственной премий Соболезнования в связи со смертью Видного советского ученого И общественного деятеля Выразил Раис Татарстана Рустам Миниханов Сегодня от нас ушел Один из достойнейших сынов нашей республики Мастюков Ильдус Шехулисламович Заслуженный деятель науки и техники РСФСР Один из создателей Единой государственной общевойсковой системы Радиолокационного обнаружения Свой-чужой для вооруженных сил Советского Союза Написал он в своих соцсетях Думаю, все, кто его знал Запомнят Ильдуса Шехулисламовича Как человека выдающегося ума Удивительного трудолюбия и работоспособности Исключительной порядочности Гражданская панихида состоится 8 июля в Госсовете республики В 9 утра Похоронят Ильдуса Мастюкова На Арском кладбище Казани Балтасинский район взял новую рекордную высоту Здесь произвели 400 тонн молока в сутки С этим событием Главу Балтасея Рамиля Нутфулина А также тружеников района С трудовым достижением Поздравил Рустам Миниханов Этот заслуживающий искреннего уважения Результат слаженной и целеустремленной работы Всех болтасинцев Еще раз подтвердил лидерские позиции Нашей республики в сельскохозяйственном производстве Благодарю вас за профессионализм Преданность делу и сплоченность Желаю вам новых успехов Во славу нашего любимого Татарстана Говорится в поздравительной телеграмме Раиса Республики Сегодня в соседней с Татарстаном Мариэл празднует федеральный Сабантуй Он собрал тысячи гостей Из 72 регионов страны У федерального Сабантуйя история в четверть века А Мариэл проводила его на своей земле Еще 20 лет назад В этом году все по-другому Майдан поражает масштабами Здесь Сабантуйя отмечают пять дней Всю неделю в Ешкоролее работали ярмарки Выставки Прошли концерты с участием звезд татарской эстрады Были конные скачки Сегодня гостей встречали в татарских подворьях Приехал на праздник плуга Раис Татарстана Рустам Мениханов Самые яркие моменты федерального Сабантуйя В репортаже Рузали Шарипова С самого утра на Медведевском ипподроме звучат татарские мотивы Всех гостей приглашают в подворье Нижнекамского района Одним из первых подходит Рустам Мениханов Он рассказывает главе Мариэл Юрию Зайцеву Как татары в старину плели корзины, мололи муку Делятся секретными технологиями приготовления татарских национальных блюд Здесь же показывают старинный татарский обряд Келентышум По традиции невеста в доме жениха Демонстрирует свои умения, режет лапшу Мы стараемся сохранить обычаи, традиции татарского народа Конечно же, показывая такие обряды Мы сохраняем тем самым традиции Песнями о родной земле созывают на Марийское подворье Здесь представлены национальные блюда Старинное домашнее убранство Перед гостями на настоящем старинном ткацком станке Изготавливают ковры, вышивают национальные платья В вышивке используются в основном у нас солнечные знаки Медведи, лоси, рогалося Все эти знаки стараемся вышивать на своих костюмах Они как бы считаются как обереги В это время гости Сабантуя собираются у центрального Майдана Здесь сотни артистов Татарстана и Мариел Показывают, каким трудом труженики села выращивают хлеб Вышивают платки для батыров, создают семьи Как отмечает раис республики Праздник плуга отражает весь национальный колорит татар Мы видим, какой уровень подготовки Как все это хорошо организовано Сабантуя это праздник дружбы Здесь нет ни религии, ни конфессии Мы все здесь братья И конечно же спорт, вкусная еда, соревновательный дух Вот самая главная идея этого праздника С праздником! Для нас большая честь проводить это масштабное мероприятие На нашей гостеприимной Марийской земле Сабантуя является символом взаимопонимания и согласия между народами И то, что мы сегодня видели в исполнении наших артистов Это единение двух народов А в их лице единение всех народов нашей страны И именно наша страна отличается этим от других государств Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин Назвал многонациональное единство России величайшей ценностью Федеральные Сабантуи возвращают нас к исконным татарским традициям Где бы еще можно было бы увидеть борьбу на лошадях А удары же здесь, на этой круглой арене Всадники должны опрокинуть друг друга, сидя на лошадях Как и в настоящем кряш, дергать разрешается лишь за пояс оппонента Здесь же народные забавы Пока один бежит в мешках, другой скоромыслом На другом конце Майдана борцы меряются силой Победителю кряш автомобиль Лада Гранта от имени Раиса Татарстана Наши баба и отцы боролись всегда на Сабантуях Мы чтим их традиции Поэтому ни один праздник не проходит без нашего участия Нам этот вид спорта И вообще традиция татарского народа очень нравится Крэш занимаюсь с раннего возраста Уже в детском садике боролся Профессионально начал заниматься в шестом классе Сейчас в Мариел проживают 34 тысячи татар Они населяют около 30 деревень Эта гостеприимная земля собрала сегодня делегатов из 72 регионов страны Многие пришли с семьями в национальных одеждах Узнаешь больше, еще больше о своем народе И вообще о жизни республики и соседних республик ведь Очень радуемся каждый год вот такому празднику Ходим всегда с семьей, собираемся Сама эта тарочка, да, и знаете, невероятная гордость за свой народ За свою семью, с которой все и началось Вся моя кровь Вот такая гордость за проведение такого федерального масштаба Сабантуя Федеральный Сабантуя прошел в этом году в 24-й раз Следующий, юбилейный, состоится в Саха-Якутии Туда уже отправился крылатый конь Тулпар Переходящий символ федерального Сабантуя Рузаль Шарипов, Данил Филатов, ТНВ, Республика Мариел Рай из Татарстана Рустам Миниханов поздравил Масуда Пизишкиана Прошу принять мои искренние поздравления по случаю вашей победы На выборах президента Исламской Республики Иран Разделяю с вами радость этого важного события Свидетельствующего о прочном доверии к вам со стороны народа Ирана О высокой оценке им вашей государственной деятельности Надеюсь, что при вашей поддержке связи между Татарстаном и Ираном Будут успешно развиваться, способствуя укреплению российско-иранских отношений От всей души желаю вам активной и плодотворной деятельности на благо родной страны Говорится в поздравительной телеграмме председателя группы стратегического видения России и исламский мир Рустама Миниханова Выборы нового президента Ирана прошли после трагической гибели В авиакатастрофе президента Ибрахима Рейси Соболезнование иранскому народу направил Рустам Миниханов Татарстан с Ираном связывают не только тесные дружеские отношения Но и многовековая история С давних пор нас соединяет великий шелковый путь Последняя встреча Рустама Миниханова с Ибрахимом Рейси Состоялась в феврале этого года Она прошла в Иране Президент Исламской Республики с теплотой вспоминал визит в Татарстан в 2018 году И выразил готовность вновь посетить наш регион Планировал принять участие в мероприятиях БРИК с осенью этого года в Казани С 1 января Иран стал официальным членом организации Гремел сегодня Сабантуй в Москве Традиционно местом проведения стал столичный парк Коломенское Большие зеленые поляны, улицы добрых соседей Сцена, с которой звучат родные мотивы Московские татары стараются Сабантуй не пропускать Поздравить столицу с праздником приехал Фарид Мухамедшин Ураган Архан, накрывший Москву накануне, татар никогда не остановит Майдан Сабантуй всегда всех соберет и объединит Пошутил председатель госсовета Об атмосфере с Майдана Дина Газалиева Сегодня с утра многие московские татары с опаской поглядывали в окно Небо хмурилось А после вчерашнего мощнейшего урагана Архан, который пронесся по столице Вновь боялись дождей Но нет Сабантуй, как и прежде, широко развернулся в парке Коломенское И на площадке праздника стартовали обычные яркие активности Наибольшим интересом у москвичей пользовалась стилизованная татарская деревня Такая атмосфера на Сабантуй создается руками челнинских специалистов Ведь набережные Челны – партнер столичного праздника плуга Молодая семья Юлтаевых сегодня не просто пришла развлечься, но и с пользой провести время Теперь маленькая Лия знает все тонкости приготовления муки С самого детства мы сами ходили на Сабантуй Вот и приучаем бочку, чтобы тоже ходила Так сказать, проникалась культура В год семьи на московском Сабантуй много внимания этой радостной теме Как раньше деток укладывали спать Из чего делали люльки Как мамы и папы за ними ухаживали Ответы на все вопросы есть у челнинских историков Гостей принимали на деревянном настиле, который называется Сакэ Здесь семья, молодая пара, здесь же она и жила И чай пили, и детей растили В этом году в одном из шатров разместили портреты героев Участников специальной военной операции Некоторые смогли прийти и на сам праздник А все желающие гости написать письмо на фронт Состоялось и важное награждение на главной сцене Сабантуя Фарид Мухаммедшин, спикер Госсовета Республики Вручил благодарственное письмо герою России Раилю Габдрахманову Герой Российской Федерации Раиль Наилович Габдрахманов Всем гостям музея-заповедника Коломенское Сегодня Фарид Мухаммедшин передал и приветствие от Раиса Татарстана Рустама Миниханова И благословя Бога, Аллаху Сегодня погода хорошая, много народу очень заинтересованы, празднуют Я думаю, сейчас пойдем соревноваться, гири поднимать, бороться, перетягивать канат Как у нас в Казани делают И петь свои песни на сцене Я думаю, такой праздник на памяти останется надолго Каждый год, встречаясь здесь с нашими братскими народами Мы всегда говорим добро пожаловать И пусть это остается доброй, правильной московской традицией Мы всегда с удовольствием будем ее поддерживать Легендарный КАМАЗ, победитель международных ралли на своем традиционном месте в парке Коломенское Песни и пляски тоже непременный атрибут столичного Сабантуя Как и Барбакуреш В этом году за звание сильнейшего батыра московского Сабантуя В борьбу вступили силачи из 15 стран Дина Газалиева, Дмитрий Шилов, Матвей Шинкаренко, ТНВ, Москва 8 июля вся страна будет отмечать День семьи, любви и верности С наступающим праздником татарстанцев поздравил Рустам Миниханов Он отметил, с каждым годом праздник приобретает особую актуальность Это вопросы демографии и патриотизма Семья является главным фундаментом нашего государства, подчеркнул Раис Он также призвал глав районов и городов организовать мероприятие в честь Дня Семьи Уделив особое внимание семьям участников специальной военной операции и многодетным семьям Наш президент Владимир Путин отметил Семья это не просто основа государства, общества Семья это духовное явление, основа нравственности Именно в семейном кругу прививается любовь и уважение к родине, культуре, языку Все, что мы позитивно и можем получить от своих родителей, близких Это семья Это реально так Обращаясь к главам городов и районов Организовать эти мероприятия на самом высоком уровне Уделив особое внимание Участникам, семьям, участникам специальной военной операции и многодетным семьям Праздничные гуляния в честь Дня Семьи Любви и Верности в республике начались сегодня Так в Казани с утра на озере Кабан развернулся фестиваль спортивных семей А еще церемония имя наречения, обряд сватовства, регистрация брака Днем медалью за любовь и верность наградили 12 примерных семей столицы О том, как все было, Сирина Васильева Марсель и Екатерина Курбановы, молодожены из Альметьевска В Казань приехали специально для участия в гонке на САПах Дистанцию в 200 метров проплыли быстрее всех Помогла подготовка Год назад участвовали в нашем городе на САП-фестивале Первый раз получил занять первое место И как-то немножко затянул Грибут на байдарках, лодках, САПах и Каноэ Это фестиваль САП-культура на озере Кабан В семейных заездах участие приняли более 300 пар Важно и интересно проводить время вместе Важно находить эти возможности Для какого-то вот такого вот необычного времяпровождения Хотя мы в парке гуляем вместе В преддверии Дня семьи, любви и верности В Казани отчествовали 12 примерных семей Все они вырастили достойных детей В любви и согласии прожили четверть века Медалью за любовь и верность наградили и семью народного поэта республики Рената Хариса С супругой Лилии вместе 60 лет Вырастили сына и дочь У них трое внуков и четверо правнуков Поэта его муза вдохновляет по сей день На моей жене женился четыре раза Первый раз Первый раз было, потом 25 лет Потом заводит свадьба Два года назад мы с ней исправили бриллиантовую свадьбу И с тех пор она заставляет меня Это маленькая, крупная, но очень внимательная и сильная женщина Оковала меня Среди награжденных и семья Сафроновых В этом году супруги отметили изумрудную свадьбу Вместе 55 лет Александр Степанович военный Преподавал в Казанском высшем военном командно-инженерном училище ракетных войск Награжден 12 медалями вооруженных сил СССР Наталья Петровна работала там же переводчиком в Бюро военно-технической информации Вместе с супруги вырастили двух дочерей У них четверо внуков и двое правнуков В династии Сафроновых никогда не было разводов Секрет должен быть только один Надо любить друг друга Надо друг друга понимать Уважать Ну еще, говори дальше Уступать Правильно Ну и все И все вместе это складывается в хорошую, в длинную жизнь Гости праздника стали свидетелями обряда сватовства В старинных русских напевах говорится о красоте и добросердечности невесты Выкупать ее приходят любимые После испытаний жених и невеста скрепляют союз узами брака Станислав и Ильдана Пугачевой вместе второй год Познакомились на работе оба массажисты Зарегистрировать брак в день семьи, любви и верности Двойное везение, говорят они Семья всегда на первом месте Лично для меня, она и мои дети Сам всегда что угодно готов сделать, чтобы они были счастливы, довольны У них все было Ну а если мама довольна, да, счастлива, то и дети тоже будут счастливы Семья Закировых сегодня дала имя своему пятому ребенку Татарский ритуал Исем Кушу именно речения провел Хазрат Сначала он прочитал Азан, потом особое дуо Салават И только после этого в оба уха ребенка трижды нашептал его имя Теперь малышку будут звать Лейла Ввиду того, что праздник в этом году выпадает на понедельник Мы празднуем его сегодня Хотим показать нашим туристам традиции Татарстана Показать, насколько многонациональна наша республика Насколько мы чтим эти традиции Наши традиционные семейные ценности Это то, что оберегает каждого из нас Оберегает нашу страну Праздник семьи, любви и верности проходит уже много лет Истоки в православии, истоки в любви Истоки действительно в семейной верности Но третий год подряд этот праздник уже проходит как государственный Большой семейный пикник развернулся в парке Горького До 10 часов вечера гости фестиваля на мастер-классах Будут учиться готовить, мастерить и гулять по ярмарке Для малышей аниматоры, интерактивные игры и викторины Сирина Васильева, Альбина Минаева, ТНВ, Казань Выпускники школы из подшефных городов Татарстана В Лисичанске и Рубежном получили аттестаты Второй год учащиеся приезжают в Елабугу, чтобы восполнить недостающие знания Успешно закончить школу и подготовиться к поступлению в российские вузы Такое решение было принято Рустамом Минихановым и правительством нового региона С 2023 года наши педагоги обучили более 100 детей из ЛНР О том, как в этом году прошел школьный выпускной в репортаже Алины Сулеймановой Этот учебный год выпускникам школы из Лисичанской и Рубежного Которые заканчивали 11 класс в Елабуге запомнится особенно Полгода ребята проходили обучение в университетской школе Елабужского института КФУ Программа для выпускников из ЛНР работает в нашей республике уже второй год В прошлом году из 50 детей 23 человека поступили в вузы в Татарстане В ядваре этого года из подшефных городов Елабугу снова приехали 50 детей Им также предстояло самостоятельно при поддержке опытных педагогов Закончить 11 класс в Татарстане, определиться с профессией И подготовиться к поступлению в российские вузы Республика во главе с Раисом Республики Рустамом Минихановым Сегодня уделяет огромное внимание Мы как одна большая семья, российская большая семья Мы должны друг друга поддержать Вот такая поддержка, когда мы детей принимаем Их обучаем, воспитываем, кормим Обуваем, одеваем и даем им аттестаты И потом выпускаем наши вузы, российские вузы, татарстанские вузы Это мне кажется, дорогого стоит За эти полгода было необходимо помочь ребятам восполнить Недостающие знания по всем предметам Но главное стать для каждого из них не просто учителем, но и другом Нужно было вот вовремя что-то важное сказать, чтобы глупости каких-то они не наделали Или чтобы поняли и взяли книжку читать Для чего им это надо? Вот мы вместе с ними шли, проходили через разные этапы Ну все они замечательные На выпускной вечер к Роману, так же как и ко всем ребятам из подшефных городов Татарстана Приехали родные и близкие И эта поездка также была организована нашей республикой Это выпускной И мы увидели с родными Вот это вот самое долгожданное Увидеться с родными Это самое главное Мы познакомились с Романом полгода назад Тогда он мечтал о профессии спасателя Он не знал, что травма, полученная во время обстрела Которые вели вооруженные формирования Украины по мирному населению Лисичанска Сегодня помешает исполнить его мечту Ну вот у него шрамы пооставались Но здесь сухожилия получается перебиты Да, здесь перебиты Это были такие или кассеты Такое-то насыпалось И ничего сделать не знал Да хотя бы живой остался Эти мальчишки и девчонки знают цену жизни Испытания, через которые им пришлось пройти, сделали гораздо взрослее сверстников Впереди у Романа поступление в Елабурский институт КФУ Своё будущее выбрал и Богдан Купин Он остаётся в Казани Будет поступать в КФУ на кибербезопасность Его родители сегодня по-настоящему счастливы Потому что столько вложили в деток Ну и нас приняли Это тоже не... это очень для нас как бы Не каждый из родителей может позволить даже, например, ну, ребёнка послать куда-то учить Потом приехать к нему Ну это тоже честно как бы это А тут всё организовали Здоровье тем, кто вот это всё делает И надеюсь, что всё будет мир по всему миру И, короче, хочется, чтобы часть Татарстана приехала Они же шество взяли на Лисичанском Хочется, чтобы, если честно, у нас тоже был такой город Алина Сулейманова, Андрей Ключников, ТНВ Интернет-версию итогов прошедших шести дней Читайте на сайте электронной газеты «Реальное время» Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале Сейчас прогноз погоды с Динаром Бодрудиновым До встречи Субтитры создавал DimaTorzok